Ну, это продолжение насчет этой темы, да, по именно, по Остроухову. Ну, что, что для меня, чем лично для меня вот это вот как бы все плохо или хорошо, как дела обстоят. Ну, получается, что раньше можно было через границу везти что угодно, не таможить, когда был там Ельцин, но я в тот момент уже не застал. Я еще тогда был, как бы, ну, грубо, мал и глупый, не видал больших залуп. Вот. А потом, получается, когда Пукин пришел, в принципе, с бандитизмом, да, как бы, оно все похерилось. Но меня это тоже не особо касалось, эта бандитская тема, потому что у меня другие немножко дела, как бы, с другими людьми. Меня касалось каким-то образом, периодически, но всегда разруливалось. Разруливалось. Вот. Ну, то есть, ну, были рост... Вот, начало там двухтысячных, да, то есть были цены. Растаможка машины была 1200-1500 долларов за 1,6 объем. И доллар был 28, по-моему. Тачки люди покупали просто на ура. Просто на ура брали машины и не успевали их гонять. Их просто не успевали гонять. Брали одну за одной и продавали. Вот. Получается, что потом был вот этот кризис, и нормальные тачки за границей стало невыгодно возить. Ну, опять, кто в этом виноват? Я, что ли? Ну, я же не виноват в этом, да? Что вот доллар, рубль упал, а доллар поднялся. Стали возить жигули. То есть, жигули до этого стоили мертвые по десятке баков, а потом, после этой всей фигни, стали стоить новые жигули по трешке долларов. Вы не представляете? И никому Ford Scorpio и Opel Omega там А, не Б даже, а А, никому не нужны были по пять тысяч баксов и по шесть. Никому не надо было. Потом стали, ну, вообще вот, после этого обвала рубля, где-то года через три стали опять гонять тачки. Все было. Я стал уже гонять машины. И все. Так моторы можно было возить, растамаживать физлицам, без всяких ГТД, без всего. И коробки, ну, вообще все. Все, просто загружаешь, приезжаешь на таможню, декларируешь, растамаживаешь и уезжаешь. Сейчас ты так не сделаешь, потому что, во-первых, ты это не сможешь сделать по одной простой причине, что тебе надо сейчас или ООО иметь, или ИП, чтобы все это таможить. В личных целях нельзя. Следующее. Ты из-за границы сейчас не можешь вывезти это все, потому что вывоз максимум на 300 евро. Ну, конкретно про Финляндию говорю точно, не знаю, как другие места. Кто, я виноват в этом, что ли, что такая ситуация сложилась? Нет, не я. То есть было, конечно, 35 килограмм, когда я начал возить кузова двигателя, было 35 килограмм за месяц льгота, а все остальное растаможку. Ну, то есть ты вот один раз заехал в месяц, 35 килограмм вывез без пошлина, а остальные разы уже таможишь. Потом он, да, сделал послабление, одно пересечение, ну, каждое пересечение, 50 килограмм без пошлина ввозишь товара, но чтобы деталь не была больше 35 килограмм по весу. Вот он единственное сделал хорошо. Потом что он сделал? Кузова. Он ввел пятак евро, растаможка минимальная за кузов легкового автомобиля. Ну, а от Audi 80, 5 тысяч евро кузов. Если кузов стоит 200 евро, ну, понимаете, что это смех, да? Зачем сделал он? Есть, усматриваются в этом, скажем, такие, ну, корыстные цели, правильно? Чтобы граждане не привозили и не ездили на машинах по 100 тысяч, а покупали новые Hyundai на тот момент за 600-700 тысяч. Типа забота о населении. Ну, чем он хорошо для меня сделал? Опять, опять ничем. Совершенно ничем для меня это хорошо не кончилось. То есть, моторы так и возили, кузова легковые перестали возить. Раз перестали кузова возить, я перестал получать деньги, прибыль. Также люди, вместо того, чтобы купить за 100 тысяч хорошую машину, нормальную, хорошую машину, которая не битая, да, крашеная какая-то, но не совсем усосанная, а как будет ездить несколько лет без проблем, он сделал, что надо теперь по 600 тысяч, по 700 покупать машины. А по 100 тысяч вам не годится, вам слишком это дешево для вас. Для кого он сделал хорошо? Опять же, для своих приз, своего круга, который его окружает. То есть, у кого есть заводы, пароходы и самолеты. А для простых, вот, граждан, это, ну, ничего хорошего нету. Ну, откуда может быть хорошее? Если гражданин мог раньше за сотку купить, у меня Б-3-ю 80-ку или Пассата Б-3-го, и счастливо кататься. Ну, опять же, ничего хорошего. Кузова сейчас не завести, да? Спецтехнику сейчас экскаваторе не завести из-за этой войны. Чем хорошо? Не, ну, чем хорошо? Под экскаваторе то в последнее время миники завозили под ГТД. То есть, без ПСМ, а грузовая таможенная декларация только на руках. Чем хорошо? Опять получается, что мы просто выкручиваемся. Понимаете? Мы просто выкручиваемся, и нам руки заламывают, а мы выкручиваемся. То есть, мы уже берем просто с ГТДшками, с ГТДшками работаем. Завтра неизвестно, что будет. Завтра они ГТДшки отменят или еще что-то, блядь. И все, и будет пиздал. Чем хорошо сделано? Ну, хоть одно, вот для меня хорошее, что ноль. Зеро, вообще ноль. Ничего для меня хорошего нету. Вообще ничего. Просто ничего. Визы сейчас выдают проблемно. Еще и забрать могут старые, ну, визы, которые выданы. Что? Вот, видите, там он, Патриот едет. Зет у него сзади, на Чироке наклеено, блядь. За что он там пишет? За ВДВ, что ли, или что у него там написано? Не вижу. Что хорошего-то сделал? Ну, ну, чего? Газели по 4 миллиона, да? И что хорошего сделано? Ну, вот. Ну, чего? Цены космические, блядь. Я не понимаю. Ну, Островухов, для чего? Тебя? Ну, что тебе хорошего он сделал? Что? Ну, вот что хоть, блядь, хоть одну мне скажи, ну, причину. Что хорошего для тебя? Ты квартиру получил бесплатно, блядь? Или что ты покупал? Машину тебе дали бесплатно, жратву тебе бесплатно возят, отпуск тебе бесплатно на Канары или в Турцию, хотя бы в Турцию, в Египет. Что? Что? Да хрустим в Сочи, блядь. Что для тебя пиздатого сделал? Вот, ну, блядь, может, я что-то не догоняю? Как-то, ну, я в своем, как бы, мире живу, да, вот. Меня окружают такие люди, да, и я вот... С чего хорошего-то? Lexus Toyota стоили по 3 миллиона, а сейчас по 6. Экскаватор, который стоил в 2000-е начало 2,5 миллиона, 3 новый, который я мог купить без проблем, новый я мог купить в лизинге, просто пальцем щелкнув нам. Потому что у меня всегда 20-30 тысяч долларов всегда валялись. ну, что пиздатого? Чего? У меня вообще перспектив нету никаких. Я сейчас все, что покупаю, покупаю на то, что я заработал когда-то, когда было все пиздато и сладко. Вот тогда, да, когда у меня было десятка долларов в месяц, чистыми. Вот это было все пиздато. Сейчас все отвратительно и ужасно. 31 килограмм. Блядь, это я, получается, еду я в Финляндию, я привезу себе одно колесо. Вообще супер. Просто офигительно. И я че должен, блядь, чему я должен радоваться-то? Объясни мне. Ну чему? Не, если кого-то по-другому, расскажите. Расскажите, может, я че-то не догоняю. Ну я вижу, что просто контингент людей, вот они, видите, вот нажрался ему, и заебись нахуй. Идет он охуенно ему. Сейчас флакон возьмет, паленки, выпьет, и пиздато ему нахуй. Завтра с утра ему опять на работу. Че-то спиздит, продал, и все. Как живет русский человек? Спиздить, продать нахуй. Откуда мы солярку берем? Оттуда, что ее спиздили откуда-то, и нам продали. В Финляндии, например, никто солярку не пиздит, епта. И не сливает он солярку, и масло со своих машин, на которых он работает. А у нас человек устраивается на работу, чтобы там, где там, чтобы можно было еще леваком что-то пиздануть. Дополнительный заработок. Так что, Остроухов, я не знаю, то ли ты Остроумов, но Остроухов, ты, конечно, неправильно. Тебе надо фамилию другую какую-то, срочно. Срочно, или там, ник у тебя, или что. Остроухов. Раньше эти чироки помойные, можно было привезти по четверке баков, по пятерке. Сейчас такого просто невозможно. Просто невозможно! И сейчас придется ездить на правом руле, потому что другого выхода вообще нету. Вот такую ЛТ-шку ты сейчас хрен завезешь. Она сейчас стоит в Литве 4-5 евро. Дайте мне ее завести. Вот она стоит по нынешнему курсу хуйню, да? Ну, грубо говоря, 300 тысяч. Дай мне ее завести, дай мне ее растаможить за сотку. Нет! Да ты мне даже за 200 не дадут растаможить. Ее вообще никак не растаможить. Так что хорошего, блядь, сделано? Газей за 4 мульта без манипулятора я должен покупать? Так а нахер она вперлась, блядь? Это Газел! Газел! Они на эту Газел ставят моторы японские УЗеты, да? Или Мерсовские какие-то. Заебись ты тачку купил, берешь ее, нахуй все переделываешь. Просто охуительно. Почему ты покупаешь Мерседес или Фольксваген и нихуя не переделываешь? Но я имею в виду старые, новые, это, конечно, говняные, потому что наша солярка дерьмо полное, поэтому они не ездят на нашем топливе, потому что у нас топливо какие там евро 5, евро минус 5, наше топливо, блядь, это точно. Поэтому они и не ездят на наших маслах и на наших, на нашем топливе. Даже масло, блядь, не купить, нахуй. За что я должен говорить-то, спасибо? Масло, блядь, масло элементарное не купить. и типа я, что это я недоволен? Так оттого это я недоволен? , вот так. Спасибо. Спасибо.